Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Светлогорский лицеист промышлял кражами из автомашин, но был пойман милицией. 8 марта в оперативно-дежурную службу Светлогорского РОВД обратился житель райцентра. Он сообщил о подозрительном человеке, который в микрорайоне Юбилейный светил фонариком внутрь салонов машин. В указанном месте милиционеры обнаружили БМВ с разбитым стеклом в задней двери. Хозяин автора сказал, что из салона пропали ноутбук, зарядное устройство, деньги и другие вещи. По оставленным на снегу следам оперативники дошли до проезда в Воскресенский, где во дворе дома заметили парня. Молодой человек уже успел разбить стекло в другой машине. 16-летнего юношу задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Примечательно, что в декабре прошлого года в Калинковичах парень был улечен в угоне БМВ 530. Он проходит подозреваемым по этому уголовному делу. Тела двух неопознанных людей обнаружили спасатели при ликвидации пожара в деревне Красновка Наравлянского района. Пожар произошел в ночь на 9 марта. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество в доме. При разборке строительных конструкций спасатели обнаружили сильно обгоревшие тела двух человек. Для установления их личностей следователями будет назначено проведение судебно-генетических экспертиз. Рассматриваем версии причины пожара. Неосторожное обращение с огнем при курении. Благодаря сработавшей сигнализации в Гомеле на пожаре спасли человека. 6 марта гомельским спасателям поступило сообщение о срабатывании сигнализации молния в общежитии по улице Владимирова. По прибытию к месту вызова спасатели из одной из комнат, расположенной на четвертом этаже, шел дым. Выбив дверь, спасатели на кровати обнаружили человека и вынесли его на свежий воздух. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчину госпитализировали. Тление постельных принадлежностей ликвидировали подручными средствами. Рассматриваем версию причины пожара. Неосторожное обращение с огнем при курении. В Гомеле спасатели ликвидировали пожар, произошедший в неэксплуатируемом здании по улице Барекина. Сообщение поступило 8 марта около 11 вечера. По прибытии двухэтажное складское здание лесопильного цеха горело по всей площади. Последняя хозяйственная деятельность здесь осуществлялась более 10 лет назад. В результате пожара в здании уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество. Пострадавших нет. Рассматриваем версию причины возникновения пожара поджог. По данному факту проводится проверка. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.